Сейчас у нас по поводу будущего нашего в доме нашим запахло серым. Именно с таким настроем многие предприниматели края смотрят в будущее. На днях около 300 руководителей компании подписали обращение к депутатам АКЗС с просьбой отменить QR-коды. Из письма следует, что проблемы, связанные с коронавирусом, уже давно перестали быть медицинскими. Я далеко не исключаю, что ограничения, которые сегодня под предлогом борьбы с пандемией, могут быть транслированы на все остальные сферы нашей жизни. Во что это выльется на самом деле? Возможно, это и контроль финансовых потоков, и отключение QR-кодов в случае каких-либо нарушений. Система QR-кодов оказалась встряской для предпринимателей, у которых с 15 ноября выручка упала на 50-70%. При этом нельзя сказать, что все, кто подписал обращение с просьбой отменить QR-коды – антипрививочники. Предприниматели признают проблему, но считают, что решать ее нужно другими способами. Хорошо, когда правительство ведет все линейно. Доксанация же упала не вчера, она летом упала, потому что все забыли про это. Она же изначально началась хорошо. Почему летом-то не били в колокола? На сегодняшний день в Крае привиты 853 тысячи человек. Из них 137 тысяч привились в ноябре. Еще 135 тысяч ожидают второй укол. То есть QR-коды все же подтолкнули многих жителей Края вакцинироваться, заодно расколов общество на ваксеров и антиваксеров. Люди более стали обозренные, если честно, как клиенты приходят, потому что их заставляют проходить где-то по QR-кодам, где-то не проходить. Они не понимают, где можно пройти, где нельзя. Особенно пожилое население, оно не понимает, можно ли в продуктовые магазины ходить без QR-кода. И поэтому, так как оно верит, то, что муссируют средства массовой информации, они сидят дома, они даже не доходят до рынков. Сегодня скорость заражения коронавирусом и летальность от него по-прежнему высокая. Ковидные госпитали переполнены, и с одной стороны понятно, почему власти идут на такие непростые меры, вводя QR-коды. С другой стороны, страдает бизнес и рождаются страхи о тотальном контроле. Непростое решение за депутатами АКЗС. Уже 10 декабря они проголосуют за или против новых правил жизни. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком.